здравствуйте меня зовут андрей лебедев сегодня я буду проводить для вас вебинар связанные с функциональностью такого элемента нормативно-справочной информации как склад вполне возможно что сама тема вебинара она вызвала определенные вопросы определенные недоумения потому что почему потому что сам вот этот вот параметр сам элемент нормативно-справочной информации склад его принято считать достаточно простым но склад это склад там у него есть наименование мы его указали в документе соответственно со складом происходит определенные там манипуляции ну как бы это все и действительно если не погружаться в какие-то детали вот этого для вас будет вполне достаточно чтобы пользоваться этим элементом нормативно-справочной информации но на самом деле если начать рыть в этот элемент заложено в 1с и рп и на самом деле в 1с к и в 1с у т очень много всякого разного и именно поэтому я и решил провести серию вебинаров связанных именно с функциональностью складского контура вот я не оговорился действительно будет ни один вебинар точное количество я пока даже не знаю но вообще говоря в планах у меня было сделать вот сначала такой обзорный вебинар 1 которая у нас сейчас проходит а потом мы уже будем думать что и как мы будем детализировать в любом случае будет следующий вебинар по ордерной системе документа документа складского документа оборота будет вебинар и скорее всего не один вебинар связанный с адресной системы хранения и как это устроено и как выстраивать структуру склада и в чем состоит разница между справочной системой и полноценной адресной системой и какие там существуют способы оптимизации вот этой вот работы то есть вот это вот все в этой цепочке будет ну и на самом деле возможно еще кое-что у нас подключится ну это уже будем решать по ходу сегодня у нас достаточно такая простая задача я постараюсь вам рассказать о том на что вообще могут влиять те настройки которые вы видите самой карточки склада но для того чтобы это пояснить вполне возможно нам придется там уходить сторону смотреть где именно они себя проявляют вот значит просьба ко всем вам если у вас возникают какие-то вопросы по ходу вебинара вы пожалуйста не стесняйтесь вы задавайте пишите в чат на что-то я постараюсь ответить прям по ходу вебинара на что-то я там обязательно отвечу в конце в я просмотрю все вопросы и постараюсь дать ответ давайте я расшарю экран картинка есть хорошо значит мы с вами часто задаваемый вопрос мы с вами будем смотреть функциональность на модели система 258 2221 хотя сразу хочу сказать кое для чего я загружу другую версию конфигурации и так значит справочник складов у нас находится в разделе и нас и администрирования и нас и склады и магазины и сразу хочу сказать что конечно и интерактивно это все вводится можно прямо из документа это вводить других местах программы можно получить ссылку на это справочник но основное место это вот то что я назвал здесь у нас существуют различные склады список и иерархический причем на иерархию в системе 1с rp каут завязана определенная функциональность что я имею ввиду группы группы которые вы здесь видите они существуют не только для того чтобы структурировать список и если вы откроете настройку группы вы увидите что здесь помимо значит вот иерархии существует еще и возможность выбора это возможность указания возможности настройки возможности выбора этих групп в заказах и накладных для чего используется вот эта функциональность это я вам буду рассказывать отдельно кроме того обращаю внимание что здесь есть вот такая закладочка действия скидок наценок то есть склад может еще и фигурировать в коммерческой политике как объект привязки действия скидки так ну давайте мы с вами откроем какой-то склад и посмотрим какие настройки здесь предусмотрены и для чего они нужны но во-первых название она произвольная группа складов это элемент структуры одна из основных настроек которые мы должны с вами сделать мы должны определиться дать янер просто новый создан буду трогать создать новый склад мы должны определиться что это оптовый склад или розничный магазин оптовый склад или розничный магазин для чего нужен этот переключатель ну давайте посмотрим с вами во первых в том случае если мы указываем розничный магазин давайте сравним если мы указываем розничный магазин то для нас становится обязательным указание розничного вида цен розничного вида цен для чего нужна эта настройка дело в том что если мы осуществляем продажи со склада то если мы с вами работаем в рамках оптовой схемы то цена по которой осуществляется продажа в рамках оптовой схемы она может быть настроена в самом документе то есть если мы откроем любой документ продаж мы увидим что для каждой строки документа будь то реализация или заказ клиента для каждой строки документа мы укажем указываем цены на Эта цена может быть указана косвенно, то есть мы указываем вид цены из прайс-листа, мы можем указать произвольную цену и написать цену непосредственно в документе, если у нас есть такие права. Но так или иначе, если у нас работает оптовая схема продажи, то цену мы указываем в документе. Если у нас работает розничная схема продажи, а в случае с розничной схемой мы с вами оформляем продажу либо с помощью чека ККМ. Давайте посмотрим с вами. В чете ККМ нет возможности указания вида цены. Здесь указана та цена, которая сработала по факту. То же самое будет, если мы посмотрим такой документ, как отчет о розничных продажах. Здесь мы увидим ровно то же самое. По какой цене продали? Но вот этого понятия вида цены, какая цена из прайс-листа использована, вот здесь вы никогда не увидите. Почему? Потому что если мы с вами говорим о складе, с которого возможна розничная продажа, о розничном магазине, то в этом случае у нас всегда будет работать та цена, которую мы указываем в карточке склада. Не путайте, пожалуйста, вот эти понятия. Существует понятие цены для печати, существует понятие учетной цены и существует розничный вид цены. Вот розничный вид цены для розничного склада – это такое жесткое требование. Если у нас речь идет об учетном виде цены и о цене для печати, ну это, в общем-то, не особо обязательно указывать, хотя вот здесь для печати что-то указать придется, ну хотя бы цену по себестоимости. Вот. Это работает только для каких-то печатных форм. То есть непосредственно на учет это влиять не будет. А вот розничный вид цены для операционной деятельности, он очень-очень важен. Еще один нюанс, который вы должны знать. Вот, кстати говоря, кто готовится к соответствующим экзаменам, имейте в виду, иногда вот такой коварный вопрос преподаватели на аттестациях, специалист-консультант задают. Розничный магазин, он предполагает только розничные продажи? Вам знаком этот подвох? Вот. Отличие между оптовым и розничным, он розничным складом, оптовым складом, розничным магазином, оно состоит в чем? С оптового склада возможно только оптовые продажи. С розничного склада возможны и оптовые продажи, и розничные продажи. Можно и так, и так. Не надо думать, что из розничного магазина нельзя сделать реализацию. Можно ее сделать. Та цена, которую вы установили в складе, она только для розницы и будет работать. Значит, следующая настройка, которая очень важна при начале деятельности. Мы можем сделать склад кладовой. Мы можем сделать склад кладовой. Если мы делаем склад кладовой, то мы обязательно должны указать, с каким цехом он будет связан. Причем вот этот вот цех, он одновременно становится и подразделением склада. Если у нас не кладовое подразделение, мы можем указать любое подразделение. Это просто вот такая сквозная аналитика, которая идет по всему оперативному учету, которая используется при формировании отчетов, в ряде случаев при автозаполнении, при бюджетировании она может использоваться. То есть это вот такая хитрая штука, которая нужна практически везде. Вот. И поставить вы можете все, что угодно. Можете, например, здесь написать складской комплекс и поставить именно его. Но если вы указали кладовую, что настройку кладовая, что вот данный склад является кладовой вот этого цеха, подразделение будет цех. Вот это вот жестко. Для чего нужна кладовая? Какой особый статус есть у этого склада? Уже по названию, я думаю, вы понимаете, что этот статус где используется? В производстве. В производстве. То есть вы его, вы этот, эту кладовую можете увидеть либо в документе производства без заказа. Ну вот здесь, смотрите, многое зависит от версии. Там меняли вот эти вот настройки. Там в ранних версиях было различие, где и когда доступно. Сейчас, насколько вот я вижу, и то, и другое может использоваться. Значит, может склад и цех использоваться в документе производства без заказа. Вы указываете, откуда берутся те или иные материалы и куда выпускается та или иная продукция. А точно так же вы можете увидеть ту же самую настройку в этапах производства. Этап производства является, в общем-то, полным аналогом производства без заказа. Здесь тоже мы указываем, что именно мы берем со склада, да, с какого конкретно, и куда мы выпускаем то, что должны выпустить. В чем будет отличаться, в чем будет отличаться ситуация, когда мы укажем просто склад и когда мы укажем кладовую? В производстве используются специальные документы, связанные с движением материалов. Если мы откроем документы производства, нажмем... Так, давайте я включу в документе все операции в журнале. Если мы откроем перечень, посмотрим, что мы можем создать, мы увидим вот такой вот документ, который называется «Движение продукции и материалов». И вот здесь вы увидите очень много операций. Что они вообще обозначают? Значит, вообще все вот эти вот операции – это, по сути дела, одно и то же. Это просто перемещение. Вопрос перемещения откуда-куда. И если мы посмотрим, скажем, передачи материалов в кладовую, мы, в общем-то, какого-то особого отличия не увидим. Ну, отличие тут только в чем. Здесь нам только кладовые покажут. А так, в общем-то, то же самое можно обычным перемещением сделать. С одного склада на другое. Если у нас операция будет передача материалов в производство, то здесь из склада, заметьте, из склада, не из кладовой, идет передача в подразделение. Подразделение, которое осуществляет какой-то производственный процесс. Но, заметьте, можно передать материалы в производство, то есть в подразделение, можно передать материалы в кладовую. Но вот из кладовой в производство такое, значит, здесь не написано. Ну, конечно, мы здесь вот кладовую можем указать, по идее, но, значит, подразумевается, что если вы передаете материалы в кладовую, вы их уже передали в производство. Кладовая, она вообще была 1С, придумана для чего? Кладовая была придумана для того, чтобы можно было передать материалы в производство, то есть по бухгалтерии это тоже уже то, что лежит в кладовой, это незавершенное производство. Мы передаем материалы в производство, но они сохраняют все аналитики складского учета. То есть вернуть назад можно без особых проблем. Вот для сохранения этих складских аналитик кладовая и была придумана. Чем она хороша, для чего ее имеет смысл использовать? Если у вас материалы лежат в кладовой, потом не надо особыми документами фиксировать их передачу в производственный процесс. То есть из кладовой в производство что-либо передавать не нужно. Сам документ производства автоматически все материалы спишет после закрытия. То есть это как бы упрощает ваши действия. Но, одно очень важное но. Вы можете вот это вот упрощение, которое я сейчас вам описал, то есть сам вот этот документ производства, производство без заказа или этап производства, если он работает с кладовыми, он автоматически спишет материалы, передаст готовую продукцию после проведения. Вам не нужно будет на его основании делать отдельные документы передачи. Это будет работать только в том случае, если подразделение производственное, и если кладовая, с которой пытаетесь взять материал, она принадлежит именно вот этому подразделению. Если это подразделение другое, то вот этой вот автоматики не будет. То есть цех 0.1, он будет в того склада, который мы сейчас с вами создаем, он будет автоматически забирать все ТМЦ, не требуя оформить дополнительные документы. Если мы, скажем, из цеха 0.2 попытаемся это забрать, тут уже документ потребуется. Кладовая – это, по сути дела, что? Это какие-то материалы, которые уже лежат в цеху и которые контролирует мастер-цеха. Которые можно просто взять и использовать, за которыми не надо идти к кладовщику, что-то там выписывать дополнительно. То есть это какие-то ресурсы, которые цехом уже заранее на берегу накоплены. Так, давайте пойдем дальше. Что еще я здесь вам не показал? Настроить ответственное хранение. Что это такое? Так, значит, ну давайте переспрошу. Вот по этим настройкам у вас еще есть какие-то вопросы? Так, значит, давайте пойдем дальше. Вот две диперссылки, которые мы сейчас с вами разберем. Значит, во-первых, давайте начнем вот с вот этого. Настроить ответственное хранение. Что это такое? Давайте я покажу вам. Я уже делал склад ответственного хранения. Мы здесь указываем, что на этом складе мы учитываем те товары, которые переданы на ответственное хранение. Передаются они на определенный срок и могут быть переданы собственной организации или стороннему контрагенту. Ну, соответственно, мы здесь указываем, какой конкретно организации или какому конкретно контрагенту. Что происходит дальше? Мы после того, как создали вот этот вот склад, мы можем с помощью обычной складской операции, с помощью перемещения взять и переместить какие-то товарно-материальные ценности со основного склада, со склада отправителя на склад ответственного хранения, склад получателя. Значит, вот это вот перемещение не влечет за собой каких-то страшных последствий. И если мы посмотрим, как это все отражается на уровне регламентированного учета, мы увидим, что даже статья учета у нас не поменялась. То есть, произошло движение с 4101 на 4101, а вот изменилось только субконта по складу. Вот, в общем-то, и все. Что, наверное, правильно. Что, наверное, правильно, потому что даже если вот это вот ТМЦ лежит на каком-то складе ответственного хранения, она свой статус, то есть, удаление собственности, никак не поменяла. Значит, это все равно наш товар. Единственное, что он где-то там далеко, и вот этот вот товарищ несет ответственность за это. И понятно, что при формировании вот этого перемещения на склад ответственного хранения мы можем с вами создать какие-то печатные формы, специфичные именно для подобных действий. Ну, например, в данном случае вполне уместна форма МХ-1, на акт о приеме и передаче товаров на ответственное хранение. Ну вот, в принципе, все, что нужно, заполнено. И для работы с вот этой схемой передачи товаров на ответственное хранение существует еще один дополнительный отчет, специфический именно для этой схемы, который находится в разделе склад. Отчет. Вот. Журнал учета ТМЦ с данных на хранение. Фактически, это форма МХ-2. Вот. Она составляется обязательно по организации хранителя. То есть, если вы передали какому-то стороннему контрагенту, ну, этот отчет на данный случай не распространяется. Ну, и давайте я сейчас его сформировал. Вот вам ведомость того, что сдано на ответственное хранение. Вот. В принципе, это все, что связано с ответственным хранением в 1С управления торговли, КАЭРП, если мы говорим только о складе. Я сразу хочу вас предупредить, что вот эта вот настройка, которую я вам сейчас показал, она не имеет прямого отношения вот к этим операциям. У нас в закупках существуют операции, связанные с приемкой товаров на хранение, ну, соответственно, с отгрузкой и со списанием товаров с хранением. Понятно, что, значит, вот, смотрите, я специально для демонстрации сделал вам такую операцию по приему. Значит, на складском уровне это выглядит просто как приемка, это будет выглядеть как товарные остатки, отличие опять будет в РСБУ. Если мы посмотрим на движение движение по ДТКТ, мы увидим, что вот эти вот позиции, которые у нас лежат на основном складе, они у нас будут проходить по забалансовому счету. В данном случае 0.02-0.1. И существуют аналогичные операции в продажах. Значит, если мы посмотрим, мы увидим, что здесь у нас будет передача товара на хранение. Вот, передача товара. Так, нет, это на комиссию. Так. Ну, вот, есть отчет о списании товаров на хранение. Так, что-то я операцию это не вижу. Есть отчет о порче, есть отчет о выкупе, есть, соответственно, операция выкупа товара в хранении. Сейчас. Вот, значит, вот эти операции, они прямого отношения к настройке, которую я сейчас вам показал, вот эти операции, они к этой настройке прямого отношения не имеют. Это отдельный блок, и он, по-моему, у нас недавно читался, но, если, скажем так, вам интересно, мы, в принципе, этот вебинар можем и повторить в рамках вот серии, которую я сейчас вам, которую я сегодня для вас начал. Так, по ответственному хранению мы с вами проговорили, да? Есть вопрос. Польза вот этой настройки в складе состоит в следующем. Вы можете при определенных минимальных усилиях создать отчет, по которому вы можете посмотреть, у каких контрагентов находятся ваши товары на ответственном хранении, и вы можете создать первичную документацию коммерческого склада, если этот коммерческий склад является вашей собственностью. Ну, в общем-то, это все. Больше никаких дополнительных функций эта настройка не имеет. Поэтому я и говорю, что польза от нее наверное такая, достаточно условная. Значит, что у нас здесь есть еще? Есть довольно сложная настройка, связанная с сборкой заказов и его доставкой. Но вот, к сожалению, когда я стал проверять, она вот в последних версиях подглючивает. Я сейчас открою 257. Там она функциональна. Значит, пока открывается, я вам хочу рассказать вот что. Вот эта вот настройка, она относится к ситуации, когда у вас на базе вашего существующего склада работает интернет-магазин. И вот эта вот настройка, которую я сейчас вам покажу чуть-чуть, значит, эта настройка как раз автоматизации этого интернет-магазина. Сразу хочу вам сказать, что функционал этой настройки, он, в общем-то, в большей степени ориентирован на использование мобильной версии 1С УТК-РП. Такие мобильные версии есть. Вот если запустить это в мобильном клиенте, там действительно появляется удобное приложение, с помощью которого можно отмечать доставку, выбирать какие-то заказы, которые вы будете доставлять. То есть, это вот реализация работы такой дистанционной службы. по поводу механикой работы. Я, ну, правда, это было не вчера, конечно, не в этом году даже, но я делал вебинар. Я специально для этого вебинара даже ставил эмулятор мобильного приложения себе на компьютер. Вот, я воспроизводил работу вот этого курьера в этом мобильном приложении. Вот, если хотите, вы можете там у нас в группе найти этот вебинар, посмотреть. Немножко коряненько это работает, ну, скажем, при небольших усилиях это вполне можно использовать. Значит, в принципе, здесь имеется в виду, что вы можете при создании склада продолжение вебинар. Весен Включить вот этот вот функционал. И указать, что в вашем интернет-магазине поддерживается сборка, поддерживается доставка. Как вы видите, здесь есть возможность назначения сборщика курьера, возможность настройки использования курьером автономной кассового терминала, эквайрингового терминала, функционал выбежки чека. Значит, можно группировать вот эту вот отборку. И потом, после того, как эта настройка осуществлена, далее у вас в разделе склад и доставка есть вот такая вот группа управления доставками. Но вот здесь надо, конечно, делить, это разный функционал, то, что связано, то, что здесь написано, доставка, транспортные средства, поручения экспедиторам, это транспортный отдел. А вот зона доставки курьеров, сотрудники магазинов, статуса сборки и доставки, это вот уже работа интернет-магазина. Кроме того, обратите внимание, здесь есть вот такая дополнительная обработка, диспетчирование, сборки и доставки. Прошу прощения, сервер, конечно, тормозит безбожно. Так, пока это отрабатывается. Так, вопросов пока нет. Ну вот, смотрите, вот вам рабочее место такого вот диспетчера интернет-магазина. Можно посмотреть, собрать заказ на доставку, можно посмотреть, что там входит в отдельные элементы доставки, указать сборщика, который этот заказ компоновит, курьера, который этот заказ собирает. Значит, я специально не воспроизвожу вот этот вот процесс, потому что, еще раз повторяю, вот эта вот функциональность, она, хотя и доступна в десктопной версии, она, в принципе, ориентирована именно на работу с мобильным клиентом. Поэтому, если вас интересуют вот эти вот вещи, ну, либо попробуйте найти вебинар, вот уже я читал, по использованию данного функционала, вот, ну, либо, если будут какие-то пожелания, мы можем этот вебинар провести еще раз. Так, давайте я вот этот вот кошмар все-таки закрою, потому что безобразно это работает сейчас. Вот, мы с вами пойдем дальше. Ну, здесь мы пробежались по всем пунктам, по подразделению я вам сказал, значит, по поводу бизнес-региона. Справочная привязка к классификатору регионов. Вот, ну, могу вам показать этот классификатор. Просто, ну, возможность такой географической классификации. Она существует в системе, ну, она не особо где используется. Единственное, вот такой вот, ну, в отчете, в отчетах определенных она может применяться, такие отчеты есть. Вот, при оценке сезонности тоже иногда используется бизнес-региона. Так, материально ответственно лицо. Вот, вот здесь есть один важный нюанс, характерный именно для 1С и РПК-АУТ. Материально ответственное лицо по данному складу может быть только одно. Я понимаю, что это, ну, немножечко не вписывается в логику. Но, значит, 1С предполагает, что если вам нужно указать несколько материальных ответственных лиц, то вам необходимо использовать помещение. Есть вот тут такая настройка. Вот, она предполагает ордерную систему. И, соответственно, для каждого помещения может быть настроен свой материальный ответственный. Если у вас коллективная материальная ответственность на складе, базовым функционалом это не реализуется. Это будет доработка, пусть небольшая, но тем не менее будет. Значит, и осталось мне рассказать, но это уже я расскажу вам конспективно. Сразу хочу сказать, если вам это интересно, вы, пожалуйста, это озвучьте. И по этому поводу я буду делать отдельные вебинары. Вот этот вот, вот этот вот блок, контроль остатков и управление запасами. Для чего он нужен? Этот блок позволяет, во-первых, включить-отключить контроль остатков. Если галочка контролировать не стоит, то со склада возможна отгрузка в минус. Причем вот этот вот механизм работы, он может быть тотальным. То есть вы снимаете эту галочку и остатки не контролируются по всем номенклатурным позициям. А можно просто указать исключение. То есть вывести из-под контроля отдельные номенклатурные позиции. Сразу хочу сказать, использовать эту настройку я очень не люблю. Значит, ее можно включить при каких-то проверочных действиях. Это да, когда учет восстанавливаешь. Но вообще нормальное функционирование программы без контроля остатков, ну это бред. Значит, график работы склада может быть указан. Но в принципе, по умолчанию у нас используется тот график, который вы указали в основных настройках. Вот этот вот. График работы предприятия. Но вам никто не мешает сформировать какие-то свои графики работы. И для определенного склада установить другой график. Это будет влиять на определенные расчеты, проводимые для данного склада. В частности, на расчеты, связанные с управлением товарными запасами. Значит, что касается управления товарными запасами. Вы здесь видите две диперссылки. Это настройка способов обеспечения потребностей и настройка поддержания запасов. Так, ну давайте я открою уже существующие. В настройке поддержания запасов мы с вами что смотрим? Мы с вами смотрим настройки управления товарными запасами. То есть минимальный и максимальный запас мы можем задать. Страховой запас. И, соответственно, программа при расчете потребности может ориентироваться на данные показатели. И если, скажем, у вас количество ниже минимума, то программа будет требовать от вас при функционировании определенной обработки, программа будет требовать пополнить этот запас до вот этого минимального значения. Причем минимум может быть рассчитан по-разному, в том числе. Вы можете минимальный запас рассчитывать не декларативно, а отталкиваясь от статистики. Для этого необходимо настроить определенную статистику потребления, и программа при расчетах будет на нее ориентироваться. Второй момент настройка способов обеспечения потребности – это указание на то, откуда программа собирается брать товарные запасы на данном складе. Она может их купить, произвести, переместить с другого склада. Вот, собственно говоря, здесь это и задается. Хотя существуют и другие подходы и способы задания. Кроме того, здесь, вот в этом рабочем месте, обратите внимание, можно сделать что? Можно указать кратность закупки. Например, если вы закупаете целыми коробками или целыми палетами, вот это ограничение можно задать именно здесь. Как это работает? Какие там есть настройки? Ну, это вот тема отдельного вебинара, который будет проводиться в рамках данной серии по складу. Ну и последнее, наверное, что я вам показываю. Это формат склада. Довольно занятная эта вещь. Она относится исключительно к работе розницы. И она позволяет в розничной сфере определить для магазина какой-то формат. Под форматом понимается, что... Ну, давайте попробуем посмотреть. Вот это вот возьмем. Может, что-то заполнили уже. Нет. Значит, мы можем увидеть здесь, сколько у вас ассортиментных позиций должно быть в этом магазине. Какая площадь торгового зала. Какие цены будут работать в этом магазине. И мы можем здесь поиграться с настройками ассортимента. То есть указать, какой и какие именно ассортиментные группы будут присутствовать в этом магазине. Указывать статус вот этой вот ассортиментной группы. Ну, например, постоянный ассортимент. Там пробный ассортимент. И можно регулировать вот вывод отдельных товарных позиций из постоянной номенклатуры. Ну, соответственно, ввод в постоянную номенклатуру. Еще раз повторюсь, это вот такой специфичный функционал, который востребован в основном сетевой рознице. Если будет интерес к этому функционалу, по нему тоже можно будет провести отдельный вебинар. Вот. Ну, вот вроде во время я уложился. В принципе, по базовым настройкам мы с вами пробежались. По плану у нас следующий вебинар будет связан с настройкой ордерной схемы. Мы посмотрим на этом вебинаре, как, по каким принципам эта схема работает, какие там документы оформляются, какие там есть подводные камни. Ну, а дальше мы уже будем переходить к структуре, адресной системе, ну и так далее, и так далее. Так, какие вопросы у вас остались? Значит, если нет вопросов, еще один момент. Я, когда вам рассказывал, я специально проговаривал, что вот это вот мы можем сделать, это мы можем сделать, но будем делать или нет, это зависит от ваших пожеланий. Соответственно, если какая-то тематика вас заинтересовала или если заинтересовало даже что-то, что осталось вне моих упоминаний, пожалуйста, в чат напишите, и мы что-нибудь придумаем. Потребности. Ну да, это популярная вещь. Значит, будет по управлению запасами. Вообще, я хочу вам сказать, если у вас есть интерес, с помощью настроек 1SRP, КАУТ, в программе можно реализовать все, абсолютно все, хрестоматийные системы управления товарными запасами. Вот то, что вы видите в учебнике по логистике, все эти системы, они, в принципе, реализуемы в 1С. Ну, там кое-где есть, конечно, хитрости, вот, но по всем этим хитростям я писал статьи, они есть у нас на нашем сайте, если у вас есть желание, вот можете их тоже посмотреть. Ну, если все, тогда спасибо за внимание, жду вас на следующих вебинарах серии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!